На данный момент, в воскресенье, я решил именно сегодня в это время провести этот эфир и хочу начать я его с темы своего последнего видео. В начале своего видео, когда я, прошу прощения, у меня опять постковидный кашель, я снова второй раз переболел ковидом не так давно и, в общем, этот кашель теперь, наверное, в ближайшие полгода не будет проходить. Так вот, в своем последнем ролике, в самом его начале, я, сказав несколько слов в защиту Хасана, я упомянул там о том, что если вы посмотрите, некую статистику проведете по работающим против сегодняшнего режима в России, в Чечне, чеченских активистов, если вы посмотрите, вы пытаетесь топ из них, там, пять людей. Которые какой-то результат сделали, составить, то вы даже этот топ-5 не составите. И вот сейчас я бы хотел начать этот эфир с того, чтобы пояснить, немножко раскрыть эти слова. И сделать я это хочу на основе аналогии. Те, кто пережил войну, знают прекрасно, что первая проблема войны, когда она подступает к населенному пункту, это пропадает газ, пропадает свет, пропадает водоснабжение. То есть, помимо всего того, что там происходит дикий ужас, где-то что-то бомбят, люди погибают, даже там, где, по сути, может быть, даже не наносятся какие-то артиллерийские удары и так далее, там, как правило, в этих населенных пунктах перестает идти вода, перестает электричество подаваться, газ пропадает. И люди находятся в постоянной проблеме поиска воды и какой-то замены газу. Так вот, я, естественно, тоже переживал этот период. И я помню, как в начале нулевых, несколько месяцев мы провели в селении Старые Атаги. И там как раз была такая проблема, не было воды, ее нужно было носить с канала. Те, кто жили выше, носили с канала, те, кто ниже, они непосредственно с реки Аргун. Эту воду нужно было принести, отстоять, так как вода в Аргуне у нас не чистая. В общем, эта вода отстаивалась, потом кипятилась. В общем, целая процедура была. Так вот, я хочу привести вам аналогию с этими событиями. Представьте себе населенный пункт. В результате оккупации враг оккупировал полностью страну. И вот этот один из населенных пунктов, он остался без воды, без газа, без света. И живет в этом населенном пункте, в таком большом доме, условная такая большая семья. Из много-много там детей. И вот одна, допустим, мать и много-много детей. 15-20 детей. Представили? Мать ставит задачу перед домочадцами. Нужно принести воду для того, чтобы мать могла приготовить еду. Для того, чтобы мать могла постирать одежду, почистить дом и так далее. Необходима вода. Это жизненно необходимый продукт. Мать ставит задачу, воду принести должны дети. И вот дети делятся на различные группы. Одна часть домочадцев, вот не обязательно, под детьми мы не подразумеваем малых детей. Это взрослые люди. Представим, что это просто какие-то, может быть, взрослые дети, может, там какие-нибудь, не знаю, братья, сестры. Ну, в общем, это взрослые люди. И вот одна часть, например, говорит, несмотря на то, что водоснабжение полностью перебито, водоканал не функционирует, воды нет. То есть, вот эта вот сама служба, которая должна обеспечивать, обслуживать водопровод, там, как-то переделывать, допустим, эти коммуникации и так далее. То есть, те люди, которые отвечают за то, чтобы у нас в кранах шла вода. Естественно, их нет. Это все как бы в связи с войной. Кого-то убили, там, кто-то уехал. И вот эти люди говорят, небольшая часть из нашего дома говорит, мы, говорит, водоканал изгнаний, например. Мы в воду, за водой мы идти не будем. Мы, значит, будем имитировать, что водоканал работает, что все структуры, вот есть директор водоканала, вот главный инженер, там, инженера, какие-то там еще работники. И они вот имитируют бурную деятельность. Они открывают кран, как будто бы идет вода, они подставляют там ведра из пустого порожня, что-то переливают. В общем, они делают вид, что ничего не произошло. Точнее, они признают, конечно, что произошло. Но они говорят, что водоканал, как он функционировал, так он и функционирует. И вот эта наша деятельность, они говорят, приведет к тому, чтобы в конечном итоге враг уйдет, водоснабжение будет восстановлено и все будут счастливы. Какая-то другая часть говорит, нет, никакого там водоканала не существует, ни в изгнании, ни в какой-либо другой природе, его нет. В принципе, все уже разбито. Мы должны это все восстановить. Но восстанавливать, они говорят, мы должны это по старым планам водоснабжения нашего населенного пункта. Вот как самое первое, когда было водоснабжение в 92-м году. Вот какой план там был, эта схема водоснабжения. Вот поэтому мы должны вернуться к этой схеме. То, что там в течение лет какие-то люди, например, что-то меняли в этом водоснабжении, какие-то трубы, считали, что эти трубы не работают, надо через другие. Это все не актуально, это никакой силы не имеет. Мы должны вернуться вот к этому первоисточнику, первому, значит, документу. На основании этого документа мы должны будем восстановить водоснабжение. И уже после этого, если у нас там какие-то трубы нерабочие, что-то там нужно менять, мы будем после этого менять. Но пока мы восстанавливаем по старым планам, говорит одна группа. Другая группа говорит, нет, вот мы президиум водоканала, вот только мы знаем. В общем, есть вот такая вот часть людей. Но мать поставила задачу принести воду. Мы должны это помнить. От того, что эти люди имитируют деятельность, другие говорят, что надо сделать вот так, чтобы восстановить водоснабжение, от этого у матери вода не появляется. Чтобы она могла приготовить еду, нужно принести воду. И эта задача, она и есть результат. Результат, то есть результатом является появление воды в доме, чтобы мать могла что-то приготовить, постирать и так далее. Да, конечный какой-то вот, какая-то цель максимум глобальная, это, конечно, та самая цель, чтобы мы открывали краник и у нас в доме шла вода. Но сегодня от того, что мы понимаем, что к этой цели прийти это очень далеко, а кушать надо уже сейчас, стирать вещи надо сейчас. Поэтому цель минимум и непосредственно сейчас для выживания, наша цель это принести воды. И вот другая часть этого, этих домочадцев. Кто-то берет флягу ставить на тачку, кто-то берет ведра, кто-то берет коромысла. В общем, они берут любую посуду, которая у них есть для того, чтобы принести воду и отправляются за водой. Это большинство, большинство обитателей этого дома отправляются за водой. Но и здесь не все так просто. Дело в том, что из тех, кто отправились за водой, обратно с этой водой вернутся только единицы. Основная часть людей, отправившихся за водой, они за ней вот идут, идут, идут. Когда бы ты ни посмотрел, они постоянно в пути. То есть, они пишут какие-то статьи, они могут проводить эфиры, записывать ролики, они могут проводить чаты, в общем, все, что угодно. Но конкретно воду в дом они не приносят. И сейчас вы поймете, что я имею в виду под водой в доме. Вода в доме – это когда есть отмудоханный Кадыровец, например. Перефразирую. Кадыровец, с которым провели профилактическую беседу в каком-нибудь городе Турции, допустим. Вот это конкретная вода в доме. Понимаете, не просто за ней шли, писали, записывали видео, о чем-то говорили, проводили какие-то совместные эфиры и так далее. Нет. Конкретно настигли, конкретно провели профилактическую беседу и конкретно закрыли одну конкретную страну для представителей режима. Вот это вода в доме. Вот что я подразумевал. И вот если вы посмотрите, кто из тех, кто отправился за водой с флягами, с ведрами, кто из них вернулся вот так вот в конечном итоге, принес воду и мать смогла из этого что-то приготовить, то вот очень мало тех, кто пошел за ней, мало кто с ней вернулся. А те, кто имитировали деятельность водоканала или вели разговоры о том, как привести нас к тому, чтобы открыли краники, потекла вода, они-то, они даже не ставили перед собой цели сейчас сделать воду. У них и не было этого, понимаете. А даже те, которые ставят, в конечном итоге мало кто возвращается с этой водой. Поэтому, если вы реально посмотрите на результаты, вы найдете несколько человек, буквально несколько человек, которые стали причиной того, чтобы кадыровцы не могли приезжать спокойно в Турцию, которые сделали так, что реально десятки, уже десятки людей были сняты с розыска по линии Интерпола. И тех, кто сделали, тех, кто реально посадил, отправил в тюрьмы кадыровских российских агентов, их киллеров, тех, кто был причиной того, чтобы в отношении этих кадыровских агентов, киллеров, были возбуждены уголовные дела, чтобы они попали в международный розыск, чтобы они не могли свободно путешествовать по этому миру, приезжать и совершать преступления. Тех, кто реально внес какой-то вклад в то, чтобы официальные российские кадыровские представители, его агенты были вышвырнуты с территории Европейского Союза. То есть, таких вот людей вы найдете буквально несколько человек. Поэтому, когда оценивается та или иная личность, и тем более ее деятельность, смотреть надо на результаты этой деятельности, а не на то, как много он говорит, как красиво он говорит, как красноречиво он говорит, или как жестко, иногда даже нецензурно он там может выражаться. Если все это не приводит к конкретным результатам, к конкретным действиям, к какой-то ответной реакции, и нету какого-то прогресса всему этому, если он постоянно идет за этой водой, то есть, постоянно что-то где-то говорит, но результата никакого нет, то такой человек не может вообще приравниваться к тем, кто, рискуя своими жизнями, рискуя своей свободой, как в случае, например, с Хасаном Политовым, достигал этих результатов. Поэтому для меня было очень обидно, что именно в отношении этого человека было высказано столько лжи, столько необоснованных обвинений, в то время как он сам не может за себя ответить, так как и находится сейчас в местах не столь отдаленных. И на него продолжают накидывать вот эту грязь, эту ложь, говоря, что он там что-то остановил свою деятельность. Хасан Халитов вообще ни на один день не останавливал деятельность своего телеграм-канала. Ни на один день не было такого дня, чтобы его канал перестал функционировать. Он позаботился о том, чтобы даже когда он не сможет говорить, не сможет выходить в эфиры и проводить чаты, чтобы даже в это время у него работал телеграм-канал. Он об этом позаботился. Субтитры создавал DimaTorzok